Холода, как маленький праздник. Панда московского зоопарка Дин Дин невероятно обрадовалась выпавшему снегу. Непогода так заинтересовала зверька, что он целый день резвился и играл в своем вольере. Разделить радость Дин Дин от наступления нового сезона смогли и посетители зоопарка, которые засняли, как она закапывается в сугробы и кувыркается, цепляясь за ствол дерева. В столичном зоопарке панды Дин Дин и Жуи появились после визита главы Китая Си Дзиньпина в Россию в 2019 году. Тогда председатель Си передал медведям Москве в аренду на 15 лет в рамках так называемой дипломатии панд. Кому холод – проблема, а кому – повод сменить имидж. Например, животным, которые решили приодеться в связи с наступившими зимними морозами. Например, эти пингвины, свитера для которых шьет выхаживающий их старик из Австралии. Или маленький хомячок, на который нашелся свитер подходящего размера. Новорожденным козлятам свитера жизненно необходимы, а котят и черепах они просто очень украшают. Зимой свитерки достаются даже ежикам и змеям. И это ли не прекрасно? Австралийские красавцы в очередной раз сфотографировались для ежегодного календаря, поддержав многолетнюю традицию. Впервые пожарные появились на календаре почти 20 лет назад и с тех пор делают это каждый год. Самые красивые и смелые парни Австралии позируют с совершенно разными животными – от утят до ехидны, чтобы оказаться в чем-то доме на целый год. В чем же идея календаря, спросите вы? На самом деле эти красавцы занимаются благородным делом. И речь идет не только о спасении австралийских лесов от пожаров, которые в последние годы достигли просто катастрофических масштабов. Пожарные таким образом помогают животным Австралии. Бесспорно, иногда им приходится вытаскивать австралийских обитателей из огня. Однако и это не просто календарь. Все денежные средства, которые выручили за него, идут на спасение животных. Эти сборы помогают как лесным обитателям, так и домашним животным, оставшимся без хозяина. Например, последние два года на деньги с продаж календаря организовали передвижную больницу. Мобильная больница для животных появилась в Байрон-бэй в Новом Южном Уэльсе. Именно этот регион пострадал от пожаров больше всего. В этом году впервые календарь вышел за пределы Австралии на международный рынок. Теперь его могут приобрести жители Южной и Северной Америки, а также многих азиатских городов. Покупая такой календарь, они смогут внести свой вклад и помочь австралийским животным. Как рассказал основатель фонда Вячеслав Алексеев, специалисты обнаружили самку нерпы на берегу озера в деревне Коккарева в конце августа. По его словам, животное находилось в плохом физическом состоянии и было ранено птицами. Во время своего пребывания в фонде нерпа прошла курс реабилитации, который занял три месяца. За этот срок животное окрепло, а также полюбилось сотрудникам своей игрой с полотенчиками, которые использовались для ухода за шерстью зверей. Совершенно неожиданное для нас такое приобретение. Обычно в это время у нас животные в центр не попадают. И вот уже из полутора сотен животных, по-моему, всего два или три случая было, когда в августе к нам животные попадали. И животное забавное оказалось, оно нельзя сказать, что очень предприимчивое, сообразительное, но всем она полюбилась тем, как она непримиримо сражается с полотенчиками, которые мы бросали для развлечения, для ухода за шерстью. Она с ними очень яростно боролась. После восстановления нерпу перевезли в подходящее место, чтобы вернуть ее в естественную среду обитания. Вячеслав рассказал, что подобный зимний отпуск первый в истории фонда, потому что обледенение берега в этот сезон может быть опасным для жизни животных. Волновались, что будет уже лед у берега, потому что, к счастью, оказалось, что большого такого пространства ледового нет, потому что если бы это пространство было, была бы большая опасность. Животное могло бы зайти, и так как первые дни оно так немножко ошарашено еще после выпуска, оно может, например, под большое ледовое пространство зайти и далеко зайти подо льдом, и просто не останется времени на вдох. По словам главы фонда, плавающая в воде льдиной сперва немного напугали нерпу, однако через некоторое время она все же решилась нырнуть. Он добавил, что животное уже имеет опыт жизни в дикой природе, потому опасаться за его будущее не стоит. 52-летний Анант Пракаш Чукси построил масштабированную реплику Таджмахала для своей жены Манджуши, а также для города Бурханпур. Материал, из которого построено здание – имитация слоновой кости. На самом же деле – сооружение из мрамора Макрана. Копия Таджмахала может похвастаться четырьмя спальнями, сложной декоративной резьбой на полу и лестнице, решетчатыми окнами, большим куполом и комнатой для приема гостей. Внутри дома мы получаем больше позитивной энергии, и это позволяет чувствовать себя расслабленно. Особенность Макранского мрамора в том, что он поглощает тепло. В Бурханпуре температура повышается свыше 45, 46 и 47 градусов. Даже при такой температуре дом остается прохладным изнутри. Строительство дома заняло три года и несколько поездок в Агру, где расположен сам Мавзолей. Я посещал Таджмахал много раз в прошлом и два-три раза до строительства, и у нас были тысячи фотографий Таджмахала из интернета. Мы изучили образы Таджмахала. Инженер Правин Чокси проделала большую тяжелую работу. Дом обошелся в 20 миллионов рупий. Это 260 тысяч долларов. Является популярной достопримечательностью в городе Бурханпур, расположенном в Центральном индийском штате. Таджмахал, часто называемый памятником любви, был построен могольским императором Шахом Джаханом в 17 веке для размещения усыпальницы своей жены, которая умерла, родив своего 14-го ребенка. Первый в мире мобильный капсульный отель работает в пустыне Гарафе в Гранаде в Испании. Умный капсульный отель, представляющий собой небольшие спальные ячейки, расположенные друг на другом, имеет футуристический вид. Модульное здание полностью самодостаточно и предлагает постояльцам уникальные условия проживания. Это показывает, что можно создать стопроцентно гуманный туризм, что мы можем колонизировать любую местность. Также это показывает важную роль технологии для создания автономного туризма. Искусственный интеллект очень важен. Он управляет всем, начиная с принятия решений, коммуникации, контроля ресурсов, солнечной энергии. Например, освещение, аромат, температура контролируются приложением. Мобильный капсульный отель можно установить где угодно, так как он не требует фундамента. Он стоит на земле, и когда его снимают, от него не остается и следа. Кабина оснащена всеми необходимыми системами коммуникации. Электричества от солнечной энергии хватает на четыре дня. Все это интегрировано в один модуль, так что нет необходимости создавать какую-либо систему каналов. Никто еще не продемонстрировал полностью контролируемое управление с помощью искусственного интеллекта и технологии вместе со стопроцентной устойчивостью вдали от электростанции. Пустыня Гарафы остается действительно диким местом, изолированным, с фантастическими видами, от которых захватывает дух. Это идеальное место для начала такого проекта.